От пациентки. Февраль-май. Острая боль плюс обезболивающие. После лечебной физкультуры боль прошла в мае. Консультативное заключение по МРТ пациентке 54 лет от 13 мая 2020 года. При МРТ правого коленного сустава деструктивные изменения в дистальном отделе бедренной кости и в максимальных отделах малой и большеберцовой костей не определяются. Сухожилия четырехглавой мышцы бедра и собственная связка надколенника проследуются отчетливо. Интенсивность сигнала от них не изменена. Суставные поверхности конкуренции. Суставная щель неравномерно сужена. Больше в медиальном отделе. Суставной крящ нестончен. Определяются признаки сухондрального склероза по суставной поверхности больше бедрцовой кости. Края межмышчелкового возвышения заостренены. Небольшие краевые и костные разрастания. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Отмечается генеративное изменение заднего рога латерального мениска первой степени. Выявляется жидкость в большом количестве полости сустава, за надколенником, в верхней сумке надколенника и вдоль обоих мыщелков. Жировая клетчатка ГОФА развита обычно. Задняя крестообразная связка не деформирована. Контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка прослеживается на всем протяжении. Не изменена. Ход не нарушен. Латеральная малоберцовая связка прослеживается на всем протяжении. Не изменена. Больше берцовая связка отечна с внутренним разрывом. Мягкие ткани вокруг сустава не изменены. Заключение. Артроз первой-второй степеней. Выраженный синовид. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В. Вопрос пациентки. Добрый день. Каковы ваши рекомендации по лечению, так как расшифровка МРТ отличается от расшифровки моего врача? Необходима ли операция или достаточная лечебная физкультура? Каковы перспективы на будущее без операции, а только с лечебной физкультурой? Заранее спасибо. С уважением. О. Ответ профессора Холина А.В. Операции, как мне кажется, не требуется. Физиотерапия на этом этапе. При ухудшении внутрисуставной инъекции препаратов гиалуроновой кислоты, например, ферматрон. Однако, отмечу, такие вопросы не решает врач-рентгенолог. Надо советоваться с хорошим травматологом. Физиотерапия на этом этапе. Физиотерапия на этом этапе. Физиотерапия на этом этапе. Физиотерапия на этом этапе.